Денис Курайши Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, по какой причине приехали к вам силовые структуры? Причины до сих пор мне непонятны. То, как все это происходило, я знаю со слов своего брата, своей супруги. Сейчас я уверен только в одном, что это было грубое нарушение процессуального кодекса. Это непосредственно люди вломились в мою квартиру. Документы на обыск показаны не были непосредственно. Детей забрали непосредственно уже. Я, как по своей информации знаю, что на органы опеки было определено давление со стороны сотрудников. Ну, я думаю, наверное, следственных органов оказано. Это СК был или Центр Э? А вот вы знаете, я до сих пор этого не понимаю, потому что повестка мне не была вручена. Официально я имею в виду. Кто люди ко мне заходили, они не представлялись. Непосредственно супруга какие документы подписала в отделение, ну, копии у нее на руках нету. Со своей стороны лично я сегодня обратился депутату Государственной Думы Борису Сергеевичу Кашину. Ну, непосредственно я изложил все, что, ну, не суть всего происходящего. Я надеюсь, что уже пойдет депутатский запрос непосредственно. И будут уже результаты. И я думаю, следственный орган должен уже ответить, что вообще, в принципе, и какой цель, и для чего это все происходило. А что-нибудь из квартиры исчезло или все на своих местах после обыска? Вы знаете, я сейчас сам лично не был на квартире. Со стороны слов супруги, ну, надо понимать, что она сейчас еще до сих пор в эмоциональном таком стрессовном состоянии. То есть сперва там информация была, что там документы определенные пропали. Вроде она их нашла. Сейчас она говорит, что у нее каких-то там или ювелирных изделий нет. Ну, может, найдется. Ну, я, знаете, я не люблю делать на людей поклеп. В принципе, контекст ситуации понятен. Понятно, что люди выполняют работу, приказ. Я понимаю, что здесь же контекст, это же касается не только меня одного. Это происходит по всей стране. Это каждый день непосредственно. То, что сейчас, я как понимаю, хотят оппозицию по уличному термину гасануть. Людей более-менее активных. В принципе, ну, на это я могу сказать, что биться мы будем. Наша воля не сломлена. Что непосредственно те, кто и останется на свободе, мы будем продолжать. Мы будем помогать своим товарищам, которые находятся за стенках. Ну, непосредственно те, кто окажется за стенках, ну, будем пытаться вести себя там достойно. В любом случае, жизнь продолжается. Ну, борьба продолжается. И за свои идеалы, за свои ценности, ну, надо платить. Ваши дети сейчас в безопасности? Конечно, конечно. Ну, в первую очередь, сперва, что я сделал непосредственно, это безопасность моих детей. Я бы такого храброго сейчас перед вами не сидел. Сейчас дети в безопасности. И уже со вчерашнего дня я уже со своими близкими людьми созваниваюсь. Уже непосредственно посещаю правозащитную организацию. Ну, уже предпринимаю именно в рамках правового поля действия. А ваши дальнейшие действия, юридические и так далее, и политические, если вы считаете, что это дело политическое, что на вас оказано именно по политике такое давление? Сейчас действия. Я сейчас буду ждать результаты запросов. Во-вторых, окончательно уже ситуация прояснится, что от меня хотят следственные органы. Это второе. Ну, и третье уже, судя по-другому, буду действовать исходя из ситуации. Очень тяжело. Ну, как в жизни, когда чего-то ты надумываешь, да, оно может не соответствовать той объективной картинке, что вокруг происходит. Не хочется, знаете, становиться каким-то сектантом, да, там. Ну, надо исходить из ситуации. Сейчас непосредственно будут мероприятия, акции мы будем проводить. Я имею в виду уже в широком смысле с гражданскими активистами, с оппозицией. Я призываю, чтобы граждане нашей страны тоже выходили непосредственно, боролись более активно за свои права. И с этого, я уверен, все и начинается. Как вы считаете, по поводу давления на вашу семью, это единичный случай или это перерастает в систему? Вы знаете, я вначале, я почему и так не склонен драматизировать ситуацию, она не выходит из общего контекста. Сегодня в России сотни людей подвергаются репрессиям со стороны властей, следственных органов. Оказывается давление непосредственно на семью, да, там, на детей. Человек, если работает официально, у него начинаются проблемы на работе, да. Если у человека есть бизнес, да, у него начинаются проблемы с бизнесом. И это носит довольно системный характер, с одной стороны. Но, с другой стороны, радует то, что общество начинает просыпаться. Постепенно мы просыпаемся. Наверное, спасибо большое за слуги интернет, что интернет нам позволяет. Да, и то, что я с вами разговариваю, что понятно, что на федеральный канал ты не попадешь. Люди уже через интернет узнают новости, начинают интересоваться политикой, общественной жизни. Самое главное, что вокруг них происходит. И я думаю, что это первая ступень в устроивании гражданского общества в России. Я считаю, что Россия часть европейской цивилизации. Наш путь к гражданскому обществу, к демократической и политической системе, он неизбежен. Он и прогрессивен, он нам и необходим. Сегодня у нас такой некий переходный этап, такой период. И сегодня очень важно, чтобы все прогрессивные силы в обществе, включая интеллигенцию, бизнесменов, просто активных людей, которым не безразлично, в какой стране будут жить их дети, непосредственно стали более активно участвовать в политике, выражать свое мнение. Мы будем следить за развитием событий вокруг семьи Дениса Курайши. Смотрите «Предвестник». Субтитры создавал DimaTorzok